Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главная тема дня. Из-за этнических чисток в Арцахе Грета Тунберг отказалась ехать в Баку на КОП-29. Камала Харис о невыполненных обязательствах по Северскому договору Якоб Палеян. Суд ООН вынесет решение по предварительным возражениям, выдвинутым в Баку по иску Восточной Армении против Азербайджана. Родник деревни Ганза, 1936 год. Концерт хора «Луса Вурич» мелодии Кумитаса. Концерт, посвященный памяти Левона Чаушана в концертном зале Арама Хачутряна. Известная эко-активистка Грета Тунберг отказалась ехать в Баку на КОП-29 из-за этнических чисток в Арцахе. «Я не поеду в Азербайджан для участия в КОП-29. Это крайняя лицемерие позволит авторитарному нефтяному государству принять КОП-29», заявила Тунберг журналистам Грузии. Тунберг напомнила о репрессиях Азербайджана против собственного населения и армян, подвергшийся этническим чисткам в Арцахе со стороны Баку. Саммитом по изменению климата КОП-29 пройдет в Баку с 11 до 22 ноября. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подчеркнула важность права армян, перемещенных из Арцаха на возвращение в свои дома, рассматривая это как основу восстановления достоинства армянского народа и стабильности в регионе. Отметив, стойкость армяно-американской общины является источником вдохновения в американской истории, подчеркнув важность идеи установления прочного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности, выражая поддержку усилиям Армении по укреплению демократии и стабильности в регионе. Слова Харрис повторяют обычный стиль дипломатических жестов. Сто лет назад американский президент Уилсон уже определил границы Армении на основе Северского договора, однако это решение так и не было выполнено. Возникает вопрос, какую ценность имеют нынешние обещания, если прошлые обязательства не были выполнены. Сегодня армянская политика, кажется, имеет безразличный взгляд. Ярким примером этому безразличие министра иностранных дел в Восточной Армении Арарата Мирзояна к вопросам Арцаха и геноцида. Вопрос в том, найдется ли лидер, который сможет возглавить движение к национальному восстановлению, вместо того, чтобы заниматься бессмысленными визитами и политическими играми. Редактор Якоб Полиан 12 ноября 2024 года Международный суд опубликует решение по предварительным возражениям выдвинутому Баку по иску Армения против Азербайджана применение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В 15.00-18.00 по иереванскому времени во Дворце мира в Гаге состоится общественное заседание, в ходе которого председатель суда, судья Нафар Асалам, зачитает решение суда. Напомним, 16 сентября 2021 года Армения возбудила дело против Азербайджана в связи с предлагаемыми нарушениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. После соглашения решения по делу Восточной Армении против Азербайджана суд вынесет решение по делу Азербайджан против Армении на основании предварительных возражений, представленных Арменией. У родника села Ганза на южном берегу озера Парван-Нанатминского района Самцхаджавахской области женщины черпают воду бедрами и различными сосудами. Автор фотографии Гевонд Гукасян демонстрирует символические связи между сельской жизнью и системой общинно-тенностей. Созданная Гевондом Гукасяном работа не только освещает пейзажи села Ганза, но и фиксирует неповторимые моменты армянской сельской жизни. К 95-летию со дня основания 26 октября Хор Лусаварич организовал концерт мелодии Комитаса. Концерт организован по инициативе Церкви Святого Архангела Балаты в Церкви Беоглу Ера Хоран. Среди присутствующих армянских патриарх Турции Саак Машалян и представители духовенства. Хор Лусаварич исполнил произведения Комитаса, Хачатару Аветисяна, Эдгара Ованисяна и Куркена Алем Шаха. Соло Тамар Эскенян и Севанна Карапетоглу также получили высокую оценку. Музыканты получили подарки. Заключительной речью выступил патриарх Машалян, поблагодарив всех организаторов. Два с половиной года назад перешел порог духовного мира председатель Армянской музыкальной ассамблеи и попечительского совета фонд друзей Ереванского государственной консерватории Комитаса, заслуженный деятель искусства Республики Армения, композитор Леон Чаушан. Не стало бесконечно доброго, тонкого, благородного педагога-композитора, глубокий вклад которого в культуру потомкам лишь предстоит оценить в полной мере. Человека применительно, которому слово «патриот» более чем гармонично и оправданно. Ереванца по-настоящему, знающего и любящего свой город. 17 ноября в 19.00 в концентном зале имени Арама Хачатуряна состоится концерт, посвященный памяти Леона Александровича. В исполнении солистов Анаи Чаушан фортепиано, Анушника Гусян-Скрипка и Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчана прозвучат фортепиано. Билеты можно приобрести онлайн на сайтах хачатурянхол.ам и томсарк.ам Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!